Что для вас хорошая машина? Пробег? Состояние? Комфорт? А запах? Как новая? Для каждого своя хорошая машина. Найдите её на автору. Были времена. Мои соло-приключения приводили меня в такие ситуации, которые сложно позабыть. Эти моменты были прекрасны. Таких как они, весёлых иностранцев, похоже, я больше не найду. Ладно, отставить грустные мысли, ведь меня уже заждались бандиты с острова. Слушай, Смоки, тебе не кажется, что мы слишком жестоки по отношению к этому соловику? Но он же сам нам мешает. А ты бы поступил иначе после всего того, что мы с ним сотворили. Они действительно думают, что забор их защитит. Есть у меня одна мыслишка. Вот видишь, я тебе говорю, он сумасшедший. История крепкой дружбы. Честно говоря, это самое удивительное приключение, которое мне довелось пройти. Если вам понравились истории про Бизизи-Зи, тут вы явно не останетесь равнодушными. Запасайтесь вкусняхами, вас ждёт интересное путешествие. Ну а если мы здесь наберём 100 тысяч лайков, то через неделю у вас будет ждать ещё один видос. Всё зависит только от вас. Моё выживание началось с того, что я появился на речке, где пособирал вкусные нежные кукурузки и тыковки. И уже отсюда я планировал отправляться в центр карты. Как вдруг замечаю эту прекрасную постройку. Нифига себе, там замок какой-то на воде. Вот это уровень. Надо посмотреть, что это такое. Как же круто выглядит. И конечно же, я осмотрел территорию на наличие потайных лазеек. Но так ничего и не обнаружил. Ловить здесь мне пока что было нечего. Именно поэтому я отправляюсь искать приключения. И натыкаюсь на одного не очень хорошего персонажа. Судя по всему, он хотел меня добить, но что-то его отвлекло. И внезапно для себя я встаю. Я буду следить за тобой. Моя мстя будет очень коварной и жестокой. Долго и упорно я начинаю за ним следить. И в моменте замечаю то, что он встал в кусты и не двигается. Он отошел, он отошел. Он отошел. Теперь моя очередь над ним поиздеваться. Do you remember when you killed my ass? Yes? Вот что ты теперь скажешь. Понимаешь, это карма. А ты убил бомжа, который ничего тебе плохого не делал. Потом встал в куст покакать, да? Я за тобой следил. Я тебя вычислил. Я тебя вынюхал, понимаешь? От меня еще никто не сбегал. Ты это понимаешь? Ты, жулик. Теперь вы знаете, как работает карма в этой игре. В начале ты убиваешь бомжа, а потом бомж убивает тебя. Ха-ха-ха-ха. Ой, блин. Будешь знать, как бомжа убивать в следующий раз. Теперь со спокойной душой я мог бегать и фармить фармеров. Ведь мне нужно было построить свою первоначальную кибитку. И попутно я пытался добежать к центру карты. Оу май гад. Так тут целый город. Нифига себе тут территория. И недолго думая, я ставлю здесь шелтер. Я понимал, что здесь, скорее всего, я смогу что-нибудь раздобыть. Но в начале нужно было все разведать. Нифига себе у меня тут фпса нет. А если у меня тут фпса нет, я не представляю, как здесь другие люди живут. Hello. I'm new. За шо? Парень с этой территории меня пощадил. Но уже через некоторое мгновение я погибаю от их турелей. Тут было как будто предпосылки были небольшие. Так, ну вопрос такой. Что я могу с этим пока что сделать? Наверное, ничего я не могу с этим сделать. И надо просто смириться и пойти пофармить. По ощущению, здесь есть какие-то лазейки. Очевидно, туда можно как-то попасть и не умереть от турели. Но мне нужен переработчик, а поблизости здесь его нет. Короче, план такой. Я отправляюсь в сторону супермаркета, по пути фармлю челиков, и мне нужны лестницы и верстак. Именно с такими мыслями я отправляюсь в сторону супермаркета. Так, мне нужно добежать до супермаркета и поискать каких-то маленьких фермерков. А вот и мой маленький фармер. Свард из камень. Мне кажется, он где-то рядом живет. Поэтому мне тоже надо построить здесь дом. Мне показалось, или там остров полностью застроенный? А нет, не показалось. У-у-у, нифига себе тут у типа хата. У-у-у, hello, my little friend. Блин, может не стоит грабить новичка? Хотя, у него есть ресурсики. Но я бы посмотрел, что у него в шкафу. 150 скраба сюда. Я не буду руинить его дом, пусть живет здесь. Но, честно говоря, в глубине души мне было неприятно забирать его ресурсы. И поэтому я решил его дождаться. Hello, hello. Че, только строишься, что ли? You can take all my loot, but don't... А, че, короче, забирай все. Мне похрен, только мне нужно, чтобы ты дом оставил, если можешь. А так нормально. Да я на самом деле, как бы, ну, решил даже улучшить тебе немного дом. А, ты бездомный? Не-не, я тебе оставлю его, я не буду забирать. Так, а мне чуть-чуть не хватит, чтобы улучшить. Ладно. Ну, в целом, все. У тебя все улучшено, можешь тут жить. О, даже хватило. Спасибо. Да не за что. Я у тебя скраб подрезал, но, если что, я тут рядом построюсь, потом верну его. Хорошо, хорошо. А ты че тут построился? Тут же остров какой-то, видишь, опасный. Или ты бесстрашный? Во-первых, очевидно, что я бесстрашный. А, во-вторых, ну, короче, моя любимая РТ-шка это заправки. А все заправки, абсолютно все заправки, я не знаю, почему они застроены. Я решил тут построиться на некоторое время. А я хочу тут тоже домик построить, но тут стреляли. Там прям бомжики стрелялись. Я там у них забрал скрабельку. Понял. А я вот тоже сюда не просто так пришел, я сюда пришел за веревками. Есть у меня одни идейки. О, готовый дом, слушай. Так, мы, получается, с тобой соседи? Ну, получается, да. Короче, часто очень рейдят. Вот тут вот. Ну, короче, не прям тут, вот там вот, где снежная гора, вот там вот. Так это ж наоборот прекрасно. Я люблю, когда меня рейдят. Тогда я еще даже не представлял, что меня ждет впереди. Зато сейчас у меня появилось первое знакомство и первый домик. И время даром я не терял. Я фармил бочки. Сочелька. Неплохо. Сейчас у меня была такая идейка. Нафармить побольше веревок, скрафтить себе блочки и отправиться ломать турели. Именно поэтому первый верстак у меня появился довольно быстро. Сюда. Так, и помимо лука мне нужна еще хотя бы, может быть, пару лестниц. Я хочу вначале сходить на остров. Мне вот что интересно, кто живет на этом острове. Надо посмотреть. А, это там клан. Раз там живет клан, значит мне 100% нужно было туда перелезть. Ведь я люблю клановых игроков. А они любят меня. Так, так, так. Сейчас мы посмотрим, кто тут живет. А с палочку я бы в кустике закинул. Ой-ой-ой, так у ребят даже баржа есть. Но на первый взгляд здесь какая-то тишина. Но у них тут и ферма, у них тут все есть. Ну а так как у меня был топор, было бы просто глупо не проверить, можно ли к ним туда попасть на территорию. Понял, это турель, которую можно было легко забайтить. Ой, я тут надолго. Окей, одна пустая. Ха, еще вторая разбайтится. Какие классные турели у них. Легендарные. Турели разбачивались одна за одной. Судя по всему, на этой территории жили какие-то гении. Еще одна легендарная турель. Все. А некоторые я и вовсе мог разбить с помощью копья. Так у меня появилось мое первое оружие. Офигеть, по стаку патронов в каждом. Ай, тут еще одна. Может я встану? Ну ладно. Понял. Меня все не отпускало чувство, что здесь я могу как-нибудь попасть к ним внутрь дома. Но забравшись на крышу, я увидел то, что у них все закрыто. Тут абсолютно все закрыто. О! Так мне даже туда забираться не надо. Но все же в их отстрелке я нахожу закрытый локер, который в теории можно было залутать. Нифига. Так, ладно, я думаю ловить мне здесь нечего, но пару турелей я бы подразбил еще. И хоть сейчас я не мог зарейдить их базу, зато я и мог нанести максимальный урон. Сюда. Все, петляем. За теми турельками я думаю мы еще когда-то вернемся. Конечно, очень интересно, что находится в этой штуке. Но туда никак не попасть вообще никак. И в это же мгновение появляется владелец базы. Там кто-то проснулся. И судя по всему это владелец. Я двигаюсь максимально аккуратно и паузу вдоль скалы. Но он меня услышал. Я не знаю, как это произошло, но это фиаско. Возвращаться на остров смысла пока что никакого не было. Поэтому я отправился на супермаркет. Где как раз таки встречаю очень вкусную добычу. Спасибо. Пожалуйста. Пока. Бур. Это мне надо. Я понимал, что оружие добыть здесь не составит большого труда. Потому что я могу разбить любые турели. Именно поэтому я продолжаю искать веревки. Здравствуйте. Здравствуйте. Что? Что? Помогите мне? Я взял тебя, мой друг. Друзья. Бро. Ты нужна взял пикэкс? Да. Спасибо. Благодаря заправке я стабильно находил каких-то рандомных бомжиков, которые приходили сюда пофармить. И приносили мне различные вкусняшки. Я. Я тоже тебя люблю, брат. В какой-то момент за мной начинает следить странный паренек. Вначале я счел его за угрозой и нашпиговал его гвоздями. Нет, нет, нет. Нет. Но потом мне стало его жалко. И я его поднял. Зачем ты следишь за мной? Почему ты меня не спрашиваешь? Я, извините. Позвольте твои, девочки. Нет, нет, не нужна. И именно в этот же момент появляется он. Что ты хочешь из моей бомжи? Ты бомжи. Ты бомжи. Ты бомжи. Что ты хочешь из моей бомжи? Этот парень начинает сидеть у меня под дверью. И как только он убивает меня, кто-то убивает его. Догнать киллера мне не удалось. Зато я понимал то, что Изи скоро ко мне вернется. И уже спустя мгновение я замечаю, как он выходит с ворот. Так, он выбежал, убежит в мою сторону этот Изи. Это был прекрасный шанс заполучить свое первое оружие. Хеллоу! Питон принес мне. Спасибо. Ау! Ну откуда ж ты еще можешь стрелять? Только оттуда. И, конечно же, он прибежал ко мне и во второй раз. Ой, с гранатами пришел. О, ты ж мой сладкий. Кстати, а гранату, по-моему, я не умею крафтить. The MP5 man is not here. Yeah, yeah, I kill him. No, no. I kill him. You kill him? Yeah, yeah. I think this guy wanna raid my ass now. Now? Yeah. Oh, I'm sorry for you. No problem. Are you okay? For what? Ah, you kill him, you kill him. This guy with MP5. I think this guy come raid me. Мы пообщались с этим приятным иностранцем, и он даже пригласил меня в группу. Теперь я понимал, что в ближайшем будущем меня захотят за рейди челики с острова, и мне нужно было намутить немного металла. Пока я добывал бочки, я смотрел в сторону острова, и замечаю это. Look, this guy coming, this guy coming. Он идет опять ко мне. I am here, bro. I am here. Кажется, он идет меня рейдить. Мне нужно что-то с этим сделать. Я не ожидал, что он придет ко мне так быстро. И уж тем более, я не был готов к тому, что он накинет сишки. Выхода у меня не было. Мне нужно было рисковать. На самом деле, я искренне не понимаю, каким образом он успевает взять калаш в руки и просто меня ваншотит. Но так устроен этот мир. Но именно этими действиями он пробудил во мне ярость. И сейчас я уже понимал, что его остров будет главной моей целью. О, кирочка. О, это ты, мой друг. Я был рейден. О. Но все нормально. Не большой проблем. Этот парень очень кринж. Я пофармил немного компонентов и закинул их на переработку. И тут случается то, чего я никак не ожидал. Меня предает мой единственный союзник. И уже всего за несколько часов я чувствую все прелести этой игры. Спустя мгновение я нахожу свой труп, в котором лежала блочка. И уже благодаря ей я смог избавиться от этого предателя. Эй, это маленькая карма, ты б***ь. Это маленькая карма. Почему-то мне кажется, что он сейчас придет сюда с оружием. А не он ли это случайно бежит? Еще как он. You're not my friend. Not my friend, говоришь? No. You're not my friend. Да, да, да. А вот и его маленький домик. Я хочу убедиться в своих догадках, его ли это дом или нет. Но мои планы, как обычно, резко меняются. Дэд, дэд, чума. Забавно, как быстро этот школьник поменял свое мнение. И теперь я снова являюсь его другом. Но у меня уже были совершенно другие взгляды на этот счет. Ну а так как у меня появились молики, мне нужно было всего лишь найти деревянные дверки. Для меня этот дом был просто идеальным вариантом. Нужно было всего лишь нафармить немного дерева и скрафтить двери. Но тут случается это. Ну-ну. В этот день меня как будто бы преследовала неудача. Алло. Откуда ни возьмись, снова появляются челики с острова и все забирают. В этот день я уже был слишком подавлен. И мне нужен был небольшой отдых. И я знал как раз таки одну интересную игру. Хотите узнать, во что я еще люблю играть помимо Раста? Сейчас я вам покажу. Вам не показалось? Это Амазинг Онлайн. Амазинг Онлайн открывает новый сервер под названием Black. А что такое Амазинг Онлайн? Это игра про знакомую всем нам атмосферу, где ты можешь стать полицейским, сотрудником спецслужб, главой мафии, бизнесменом, политиком, дальнобойщиком или кем угодно другим. И все это на новом сервере Black. Свежая экономика. Свободные дома, блатные автомобильные номера, бизнесы, должности и посты лидера организаций. Все это тебя ждет в Амазинг Онлайн на новом сервере. Не упусти свой шанс занять место под солнцем. А еще Амазинг Онлайн запустил розыгрыш трех игровых ноутбуков с RTX 4050. Для участия в розыгрыше, по сути, нужно просто играть на новом сервере. Подробности в официальных сообществах игры. Но у меня слишком много часов, чтобы расстраиваться из-за таких мелочей. Я начинаю развиваться по-новому, проанализировав все предыдущие ошибки. Короче, план сегодня у меня максимально прост. Мне нужен лук, я буду искать фармеров. На следующий день мой дом вернулся в прежнее состояние. Он прогнил, и я смог его застроить себе обратно. И так как тут стоял верстак, я смог скрафтить себе пайп. Ну а найти кого-то с пушкой было здесь не так-то уж и сложно. Теперь этого антирадчика нужно было всего лишь выманить, чтобы он играл на моих условиях. Ну а как раз пробегал мимо бомжик, который мог мне в этом помочь. Короче, у меня есть план, и ты должен мне подыграть. Сейчас этот чел подойдет, сделай вид, что у тебя что-то есть. Просто вот тут вот умри, а я выбегу и убью его нафиг. Этот план сработал как надо. Оу, все нормально. Сработано, сработано на все 100%, брат. Ты красавчик. Видишь, как мы с тобой вместе командно отработали его? Да. А ты один что ли играешь? Да, ну пока да. Он сейчас к нам придет, можно будет его еще раз наказать. Я восстанавливаю дом, знакомлюсь с каким-то бомжиком, который, оказывается, живет в том самом доме, который я не стал забирать себе. И вместе с ним мы охотимся за этими типами, которые приходят к нам под дверь. Иду, иду, поднимать тебя. Так, ну я живу прям рядышком. Ну ты видел, где я живу. Если тебя будут прессовать, всегда помогу. Ну я сейчас пока отойду, через час вернусь. Окей, окей. Приятный малый. Я думал, что у меня укокошит с пайпа все это время, но он не вчерашний клиент. Опять я остался один. Один-одинешенько. Наступила комешная тьма. Уже сейчас я отправляюсь на фарм камня, ведь у меня остается единственная деревянная стенка. И что этой ночью может пойти не так? Но, как вы понимаете, пока я искал камни, меня пришли выжигать. Честно говоря, я был в шоке от того, какие тайминги я сегодня ловлю. Этот клановый игрок с острова рейдит меня третий раз. Хорошо, мы с тобой пообщаемся в ближайшее время. Он меня застроил. Ничего страшного, дружище. Сегодня ты рейдишь мой дом. Завтра я живу на твоем острове. И ты не можешь выйти со своего дома. Все просто. Возможно, некоторые бы уже сдались. Но я считаю, что именно так и закаляется сталь. Чем больше он меня рейдил, тем больше я хотел вернуться к этому супермаркету. Скорее всего, он сейчас за мной пойдет. Ну, а сейчас я вам покажу самую простую тактику, как выбить свое первое оружие. Для начала вы байтите типа, который побежит вслед за вами. А после отстраиваете небольшое КПП. И теперь это ПВП будет по вашим правилам. Это Фортнайт или это Раст? Ну, а так как здесь было довольно неплохое место, я отстраиваю кибитку и начинаю здесь выживать. Но в планах здесь у меня было только встать на ноги. Ведь в будущем я все равно хотел вернуться к супермаркету. Наконец-то у меня есть дом. Время от времени я возвращался к этому острову, чтобы посмотреть, что здесь происходит. И в моменте замечая, как один из них выталкивают лодку на улицу. И было понятно, что в будущем он собирается куда-то сплавать. Потом он побежал домой. Судя по всему, они к чему-то готовились. И тогда я понял, что я могу сесть под лодку и ждать, когда же они сюда придут. Я подготовил для себя укромное место, чтобы когда он вышел с ворот, он меня не заметил. И начал ждать. И честно говоря, я очень терпеливый Растер. Здесь я прождал больше 40 минут. Уже сейчас казалось, что план провален. Но через мгновение я слышу это. Довольно странная ситуация. На острове они начинают что-то взрывать. И я понимаю, что здесь я просто потеряю время. Поэтому я отправляюсь фармить камушки. Пока они были заняты, я мог переехать к супермаркету. Ну и в это же время, наконец-то пришел мой друг. Дед, это ты, дед? Да, это я. Вот это мой друг. Можем добавиться? Вы можете меня просто пригласить, я тут один бегаю. После чего я начинаю по-новому добывать бочки. Ведь мне нужны были веревки, чтобы скрафтить лестницы. Они поделили со мной двушкой. И я понимал, где я могу ее потенциально реализовать. Я возвращаюсь к ним на остров. С двушкой я ползу к их дому. И здесь я получаю очень важную информацию. Да, и у меня есть маленький спинчат. А другой был как правильный чад пвп-бас, да? Как, хуй, дай, 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 дай. Я просто рад, что у нас есть бас. Не злая, с раками. Они кому-то отдали базу, походу? Нет, я пытаюсь найти ТС. Я в этом. Я в левел 2. Посмотрите на это место. Так, классно. Где ТС? Где шкаф, он говорит? Я бы такой хороший рейдер, я бы подумал. Я возьму турреты в компонте. На территории появляется новая жизнь. Судя по всему, они кого-то приютили. Но мне это было только на руку. Они собираются куда-то идти? Судя по всему, эти типы вообще никуда не собираются идти. Пока они не собирались выходить на улицу и занимались своими домашними делами, я исследовал локацию. Мне нужно было понять свои будущие пути отступления. Что я нашел? Ну а после того, как я обнаружил слабое место, я возвращаюсь к ним. И сейчас начинается жесткое напряжение. У меня остается очень мало ХП, чтобы с ними сражаться. А они меня явно не собирались просто так отпускать. Один из них выбегает мне на перерез. Страшно он меня ищет. А мне надо куда-то петлять подальше. Фух, вроде бы он меня не увидел. Неужели не зря ждал? Так, теперь надо все это засейвить. А тут типы со всех сторон стреляют. Ну что, ты выбил что-нибудь, нет? Да, да. Надо домой донести теперь. На самом деле, благодаря одной двушке я срываю целый куш. У меня появляется металл, камень и калаш. Я знал, что они откроют на меня охоту. И поэтому укреплял защиту дома. Помоги, помоги, помоги. Бежит, бежит к нам сюда, в эту сторону. Выйдешь? Нет. Ух, е... Вышел. Вышел, вышел, браток. Что, ты меня залутал или что? Двушку, наверное, у тебя забрал. Сейчас вынесу. После того, как я выбил первую пушку, оружие начало идти само ко мне в руки. Спасибо. Пошла игра, пошла. О, я знаю его. Вот с этим не дружи. Это... Это ч... О, я... Да, да. Я знаю, я знаю. Я знаю. Да, да. Бежит тебя, б***ь. Вот это он и есть. Смешай, маленький б***ь. Ты убил меня. Нет, я... Мы вчера с ним нормально дружили, короче. Он потом меня убил на переработчике и все забрал. Хеллоу. Дострелялся. Пошла игра, родимая. Пошла. Короче, прежних ошибок совершать я не планирую. Надо поставить второй верстак, поставить второй этаж. За две сишки потерять дом вообще не хочется. План был очень неплох. Оставалось всего лишь накопать немного ресурсов. И чтобы меня не бахнули, пока я буду заниматься своими делами, я все-таки решил потратить металл. Прежних ошибок совершать не планирую. Да, может, еще этого калашиста? Не, я пока хочу дом улучшить. Меня уже взрывали два раза. Я не хочу как бы допускать прежних ошибок. Ну а со мной все по-прежнему пытался договориться маленький предатель. Но с ним у меня был короткий разговор. Все, пока я дом не улучшу, никуда не пойду. Я устал уже терять все. Пошло дело, пошло. Пошло, родимая. Наконец-то у меня что-то есть. Боже мой. Фух, хорошо. Изи. Я запомню у тебя. Когда-нибудь я принесу твою голубешку сюда. И только я собирался пойти пофармить камушки, как вдруг слышу стрельбу. Это че? Это на супермаркете. Что ты делаешь? Ты скитопренный фах. Ю-ху! Сюда, Томик. Ле-лё-май, ле-лё-бой. Ммм. А этот... Тут, это, тут... Я убил его. Тут, это... Проснулись, ровкемперы. Понял. Ничего страшного. Пусть стреляют. Скоро я построюсь возле них. На всякий случай я подготовился к тому, что меня будут рейдить. И подготовился к застройке бункера. И только снова я отправляюсь на фарм. Моих маленьких друзей убивают. Я понимаю, что им нужна моя помощь. И прибегаю к ним. Вот он, убежал. Вот он, убежал. Вот он, вот он. Убил. Иди ко мне, скину берданку. Давай, давай, давай. Держи. Спасибо. Да, не за что. В это же время просыпаются и игроки с острова. И они начинают приходить на супермаркет в надежде найти мой дом. Он там, условно, в сторону нашего дома сначала шел, а потом тут... Он где-то тут ходит сейчас. Ну ищи его, я буду за тобой бежать. Вот он, вот он, вот он. Вот он. Один фул дед. Он меня убивает, второй. Это был мой любимый друг Изи. И, зная его маршрут, я мог их перехватить. Я вижу его. Дядя, пули, мяши. Дядя, пули. Ищи его, он снизу где-то. Вот убей, убей его, убей его. Пацаны, тут без вас проблем много. Может, не будете под домом сидеть? После того, как я убиваю одного, они приходят ко мне целой пачкой. Но теперь у меня был глушитель. Вот они, вот они. Ну давайте, поиграем. Я убил всех. А вот теперь бы я все перенес в другой свой дом. Наверное, так я и сделаю. Я знаю, что очень скоро они захотят меня бахнуть. Поэтому я лучше пойду, на всякий случай в другой дом отнесу. Hello, my little friend. Да уж, представляю, в каком шоке был этот новичок. Но грабить его я не собирался. Оказывается, что пока я воевал с теми ребятами, кто-то зарейдил мой старый домик. Но я решил его восстановить, ведь он мог являться моим перевалочным пунктом. Ого. Нифига себе. В это же время, как я и предполагал, под моим домом начинают бегать антирадчики. И судя по всему, что-то намечалось. Но все ресурсы, которые были, я уже перенес в другой дом. И когда ты играешь один в эту прекрасную игру, ты должен действовать максимально быстро. Ведь каждая секунда может стать переломной в твоем выживании. С такими мыслями я отправляюсь на фарм камня. И в мгновение слышу это. Опа, это моих друзей рейдят. Я понимал, что я тоже могу потерять все. Но бросать их в беде я не собирался. Какой-то китаец меня убил. Ладно, сейчас я прийду, разберусь со всеми нафиг. Один номер. Изи, бот, изи. Прыгай наверх, застраивайся. Камень, Ярик. Дерево есть. Вам нужно просто поставить этот. Блин, сори, 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 это я. Сейчас разобьем. У нас разрывные есть. Мы сейчас разбиваем шкаф на изи. Хорош! Хорош! Я дверь поставил, просто замок на дверь поставьте и все. У него все ресы были у этого бомжа, который у вас... Вот он, лутайте его. Вам надо замок поставить. Можешь нам ганок этих дать? Да, 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 томики оставлю. Томики оставил в ящике, но патронов вообще нет. Вам надо застроиться побыстрее. Это какое чувство, что рейдеры просто ливнули с сервера. Одного по фулу убил. Сверху, 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 вы десантируетесь. Поднимается один наверху у нас на крыше. Он умер. Ну вот мы отдефали ваш дом, красавчики. Нормально, нормально. Все, ребят, я погнал. Вы пока сражаетесь, я погнал до дома. Давай, давай, давай. Да, да. Фух. Сейчас у них, конечно, рейды вообще не по плану идут, когда у меня есть оружие. Как же сладко было осознавать то, что как только у меня появилось оружие, у клановых игроков с острова появились крупные проблемки. Теперь удача была на моей стороне. Но я не собирался искушать судьбу. Мне нужно было укреплять защиту. Какой красивый рассвет. Самое время, чтобы пофармить дерево. С помощью админского топора я смог нафармить немножко дерева, как раз которое мне нужно было на укрепление защиты. Теперь со спокойной совестью я мог с этого дома переносить все ресурсы. И только я забиваю свои кармашки, ко мне подбегает мой сосед. Кто это? Соседи. Это ты из ЖД, который? Нет, левее. Ну это вы сейчас аирдроп забрали? Не-не-не-не-не-не, какой-то еще. Ты посмотри, как я одет, у меня меч в руке. Какой на хрена его? Там на аж 18 типа скорее всего забрали. А у них деревня сначала была, а сейчас у них домишко такой серьезненький уже с бабахом. Понял. Ну вот подо мной видишь дома? Дом, точнее. Дву железной дороги вот эту вижу. Да-да. Вот они дроп забрали. Да нет, это не они. Они-они, я видел, как они забегали. Я сам в этом доме тоже живу. А, это ты живешь в этом доме? Да нет, это я тебе говорю. Да. Да ну нафиг. Это дроп не я забрал, я тебе говорю, аж 18 забрали. У них еще ЛР-ка была и калаши тут. Пойдем покажем, где они живут. Просто интересно. Давай погнали. А это ваш дом, да, справа все-таки? Вот этот. Вот этот, вот этот, да, прямо. Я походу понял, про какой ты дом говоришь. Ну вот, неважно, они не особо интересны. Пойдем. Я просто думал, что вы плохие ребята, как бы. А это не вы меня зарейдили? Ну, у тебя деревянные двери были? Да, да. Да на самом деле, неважно, там не особо страшно, там ничего не было. Но если вы готовы там мирно жить, я вообще только за, потому что меня прессуют вообще со всех сторон. Я один играю. А, ты один? У тебя что-то там выход лог и соло лог стоит на двери. Да там выхода не было, у меня дерева не было, короче, чтобы поставить. Погнали тут сейчас тебя добавят в пачку. А у вас много играет? Версия, ты тут? Это кто? Да, 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 я тут. Это я, Нера. Вот тут еще одного надо паренька добавить. О, у вас тут деревня что ли какая-то? Так, какого-кого-кого? Сзади вот у тебя. По какой-то чистой случайности я обретаю новое знакомство. И мне удается с ними подружиться. И я уже знал, чем я буду заниматься в ближайшее время. Сейчас я вам покажу, что такое байт на деда. Судя по всему, у них с оружием были большие проблемы. И тогда за их адекватность я решил помочь им его раздобыть. А они мне в свою очередь рассказали про ребят, которые их доставали. Пока я фармлю дерево, чтобы пристроиться, дед отправляется к ним и байтит их. Все, они погибли. Они наигрались. Как я красиво их забайкил, да? Да, да, хорош. Он с бердой спрыгнул. Ты его шутал? Да, да. Я второго убил, второй тоже вышел. Подари мне одну берду хотя бы. Я тебе забайкил двух типов. Держи без проблем. Так как этот дом находился возле РТшки, я мог ее спокойно фармить. Ну, по крайней мере, я так думал. На ней постоянно сидели калашисты. И когда мне это надоело, я решил подкрасться к водонапорной башне. Откуда как раз таки и стрелял калашист. А вот теперь можно и домой сходить. Не зря ждал. Теперь эти калашисты будут знать, что убивать рандомного бомжа с берданкой – это большая ошибка. Наконец-то настало время спокойствия. И я мог начать улучшать свой дом. Уже сейчас я планировал сделать здесь двойной бункер, чтобы никто не знал, где будет находиться здесь шкаф. Где ты? Че тут? А, ты себе новую хату отстраиваешь, что ли? Да это моя старая хата. Там у вас просто перевалочный пункт был. Что, Чай, сейчас какие вообще планы? Че планируешь сделать? Да дом надо построить, чтобы не зарейдили. А то меня уже три раза рейдили. Ясно. Ладно, тогда я пойду, строюсь. Ну, а так как у меня появилась ненужная серая, я подумал, а почему бы мне не купить третий верстак? И отправился в мирный город. Северное сияние, красиво. Наконец-то я добрался до отпоста. Здесь я выкупил тот самый верстак и купил немного чая на фарм. Ну и, конечно же, прикупил бур. Поскольку ты дед, ты должен это знать. Конечно знаю. Ну и кто это? Баста Сансара. Парам-папам-папарарарам. Парарарам-папам. Третий версток, третий версток, третий версток сюда. Фарм-фарм-фарм, любимый фарм. Все оставшееся время по чаю я тратил на фарм. Ведь было бы глупо расстаться со всеми своими ресурсами, пока я буду заниматься грязными делишками. Та-та-та, та-та-ра-та, печки сюда. И вот, сделав огромный крюк, я пробегаю мимо острова, где замечаю то, что у них подгнило КПП. О май гад, я вижу то, что у них что-то подгнило. Означает ли это, что это должен быть мой шкаф? Мне кажется, еще как означает. И тут я подумал, а почему бы мне туда не сходить и не попробовать ее застрой? Но вначале я полностью закончил строительство. Какой прекрасный домик получился, мне нравится. Поплыли застраивать КППшку. Я надеюсь, шкаф у них открыт. Шкаф закрыт. Кук, пенис, кук. Понял? Короче, мне надо сейчас тут КПП застроить. Было бы классно еще этот шкаф у них забрать с мостом. Это было бы легендарно. И чтобы делать это максимально тихо, мне нужны были зажигательные стрелы. Но пока я все изучал и крафтился, они тоже заметили слабое место и начали застраиваться. Блин, он за меня это делает. ... Субтитры сделал DimaTorzok Why you stuck my ass? Я открываю гаражку с целью застраиваться дальше, но я не ожидал то, что здесь будет сидеть калашист. Ну это фиаско, конечно. Они настолько сильно расстроились, что пришли сюда со взрывчаткой. Бэт тайминг, чё сказать. Им удалось восстановить свою лодочную, но я знал, где находится слабое место, поэтому, взяв с собой сачели, я отправляюсь рейдить двери. Но прежде чем разбивать этот шкаф, мне нужно было от них отбиться. Теперь у меня появилась собственная лодочная. Спасибо этим ребятам. Я мог спокойно жить вместе с ними по соседству. Пупи, пупа, па, бэнг, 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 бэнг. У тебя чел с оружием прям сбоку. Заплывай ко мне. Ты с деревом? У тебя, да, у тебя чел с оружием. Заплывай, заплывай, заплывай. машина не это мой дом теперь я его забрал я буду их любимым соседом и вы взгляните какой отсюда открывался прекрасный вид и чтобы они не закрыли эту дверь мне нужно было сделать здесь небольшую пристройку ведь благодаря этой лодочной я мог бы не давать им фармить на своем острове да надо лодки выгнать отсюда и вторую надо выгнать на самом деле я был очень доволен ведь это была моя маленькая первая победа теперь я буду здесь официально жить неплохой мне тоже нравится мне пришел сюда спальничек воткнуть вообще бы сладко жил после всего того что я провернул мне было интересно что чувствует эти ребята и я решил с ними поговорить hello my little friend thanks for body bass you go for more c4 go for more c4 let's go let's go let's go let's learn to play rust man cause you are so bad sheesh hello boys i'm your a good neighbor can i go with you in team please they can be friendly my friend what do you think about this one hello hello how are you my friend i'm okay hello this is my first time playing rust man i'm not believe you because your friend raided me three times no no i swear man this first time i just joined man what is your name my friend it's robot robot man oh nice to meet you my name is dead what is your name my name is dead dead okay my name is raul raul nice to meet you where is your friends i don't know he going sleep or what i don't know easy where is easy i don't know i don't know who easy is man i need i not i not meet him я ему абсолютно не верил потому что easy живет в этой базе и чтобы узнать кто со мной разговаривает я прошу его написать один в чат write one in chat please write one in chat this is mine i'm writing one one why do i need to write one yes 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 write one in chat oh then born it's are you yes can we live like a good neighbors i i need to ask man this not my days your team online now or he gonna sleep they said you can be allies with us cause this guy raided me two times are you from germany yes yes no way it's hi see dimitri okay hello dimitri я самую мало знал немецкий потому что я обучался ему в школе и поэтому с ним мы нашли вообще язык hello mister soul i looked in the basement hello hello nice to meet you my friend i'm your neighbor okay why you play with bow you don't have a guns i have but i don't know your base is so big like my big black cock so big you are not russian no 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 i'm from africa it's my name yeah yeah that's my name it's not joke i don't know why he killed me but i decided to return to him again what the heck are you doing my friend he did not know we can be friendly we can live like a good neighbors i live here where is easy easy that's my best friend at the server and судя потому что они были новенькими жителями этого острова я мог притвориться своим и попытаться их заскамить follow me i show you i can open the doors inside look at this i live like a good neighbors hello 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 german man hello how are you man i'm okay i'm okay du hast mich gefragt du hast mich gefragt du hast mich gefragt du hast mich du hast mich let's team let's team my friend did you can invite to the group did you can invite to the group the league there is offline it's sad how many hours do you got in this game i got like 1200 i think okay listen i got 20k hours it's not a joke i got too much too much steam accounts my friend not only one this island is so crazy what do you think we can raid together something i can farm sulfur we can cooked and go raid another people together в какой-то момент я даже попытался проникнуть к ним в discord would be we use skype no 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 don't believe you my friend are you all from germany yes yes nice nice ok guys see ya i go farming some stuff к сожалению наш разговор зашел в тупик они не собирали со мной общаться без своего лидера а их лидер как показала практика был изи и сейчас я заметил кое-что интересное баржу которую в теории можно было облутать но вначале мне нужно было понять что находится внутри до сишки мне оставалось еще полторы тысячи скрапа поэтому проще ее было купить у моих соседей которых я уже отдэфал после чего я сразу же ее изучил и теперь чтобы наконец-то накрафтится мне нужно было еще нафармить микросхемы и пока изи спал я должен был к этому подготовиться около часа мне пришлось провести в метро короче с микросхемами тут небольшие проблемки ой блин как я задолбался уже искать эти микросхемы просто кошмар короче у меня есть идея еще можно сделать куплю микросхемы куплю микросхемы куплю микросхемы у кого-нибудь есть микросхемы грустно получается о дед привет ты че почему из кем и вышел да я ж с другими соседями еще тоже там другие зашли а у тебя микросхем нет? ты уже задолбался с этими микросхемами? нет 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 понял скраб я потратил на покупку НПЗ и солнечных панелей ведь именно с них я мог получить свои заветные микросхемы да это было не особо выгодно но что поделать фух ну ладно мне нужно было потратить еще огромное количество времени на плавку а так как я наиграл уже целый день и настала глубокая ночь я подумал что стоит построить неподалеку бункер куда я перенесу все ресурсы и хотя бы немного отдохну на самом деле этот день был довольно непростым и перед бурей мне нужно было собраться с силами а в своем старом доме я оставил послание ведь думал что Изи зарейдит его ночью ха ха Изи теперь он будет знать если он зарейдит меня ночью что он бот день 3 на самом деле в этот день мне было интересно зарейдили мой дом или нет ведь за 7 часов могло много чего измениться домик цел что то тут очень страшное произошло естественно мой бункер никто не зарейдил потому что о нем никто не знал все ресурсы были на месте и теперь я мог проворачивать свой план офигеть 3 хп у верстака вот это уровень лодочную кстати говоря они тоже все еще не зарейдили изи изи где ты мой сладкий ага тут я слышу только турели работающие но спальник то мой кто то вырубил привет коняшка что тебя загнали да ты им скраб фармишь я следил за этими двумя домами и увидел то что признаков жизни пока что нет скорее всего они сладко спят и тут я подумал что пора бы и кое что провернуть пора сделать ремонтик их туреликом пока они сладко спят у меня есть время этим заняться потому что потом они по-любому заправят турели все а я не хочу чтобы у них были ай ай блин но это фиаско на этот раз они поставили турели в другие места но я все равно нашел способ как их разбайтить ну вот и все турелики они меня рейдили как только я был с луком теперь они должны бегать с луком сюда я думаю в принципе я поздравил их с добрым утром надо будет еще на крыше три турки разбить я буду самый счастливый человек у них еще пики какие-то видишь странные но раз я по-прежнему не могу их зарейдить я должен был нанести им максимальный урон пока на острове было спокойствие у меня было время нафармить немного ресурсов на свои дальнейшие идеи ведь помимо рейда баржи я хотел у них еще построиться на острове а для этого реально нужно было очень много ресурсов которые как раз таки находились на их островке не ну такими темпами я думаю в принципе можно нафармить на один из их домов ресурсы прибавлялись а для того чтобы их плавить нужно было много печек и пока у меня все плавилось я скрафтил лестницы и решил попытаться забайтить турели на другом доме и именно в этот момент когда я разбивал турельку заходит владелец этой территории готинг моргоеен орган Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Я просто хочу узнать. Я не играю с чеством. Почему чество для тебя? Твоя другая разница разрушает мою руку. И я все равно вернусь. Знаешь это? Я сильный solo-геймер в мире. Да, это хорошо. Я люблю, что ты говоришь, но... Это выглядит очень осознанным. Ты снимаешь голову очень быстро, ты знаешь? Это очень странно, не ты думаешь? И у тебя 0 уровня на аккаунте. Мульти-аккаунты. Просто показать твою аккаунту. Я教аю аккаунту для тебя, если твоя команда скажет « 틀аю, БигДет, простите!» Да, не да, но в первый раз мы хотим узнать, если ты cheating или не, знаешь? Потому что это не очень гордиться, брат. ШИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ ООООО ОООООО, Я не владаа проявлять твой код. Почему так легко, скажи мне? Я хочу проверить твою аккаунту. Я покажу мою аккаунту, Если твоя другая скажет, что я извиняюсь, твоя другая меня разрушила два раза, когда я с Боу Если ты хочешь, я могу открыть мой стим профайл Что? Да, я буду за это О, мой бог, легко, почему ты ебаный? Я убил твоя другая, потому что ты открыл фигуру Релакс, мой друг Давайте посмотрим твой профайл, ты открыл аккаунт? Потому что я видел, что ты пытался добавить... ...17 или что-то, потому что... А мы могли бы с ним стать хорошими друзьями И знаете, скорее всего, это была судьба Как только он меня убил, когда я с ними просто пытался поговорить Я спавнюсь возле дома, где как раз-таки началась какая-то странная движуха Ой-ой-ой-ой-ой Лежать Благодаря этим ребятам я получаю самый ценный предмет, который мне очень был нужен У меня есть болтик, то, что мне было нужно Я как раз думал, где мне взять болт? Все оказалось намного проще, чем мне казалось И уже спустя мгновение Этот же Греликус сидит у меня под дверью Кажется, у меня небольшие проблемки Почему ты меня занимаешься, чувак? Какой ты назвал? Какой ты назвал? Мой назвал Райз Что ты нуждаешь? Ты убил мою дерь, мой друг Ты знаешь, где он живет, дед? Я думаю, что он живет на острове К-26 Окей, спасибо Они пытаются узнать, кто же, где живет дед Так у меня появились еще одни проблемки И чтобы не палить свой ник, потому что я понимал, что они, скорее всего, будут сидеть под дверью Я решил заспавниться на острове Привет О, easy Это ты, мой друг Что? Да, слушай Окей, мой парень был рейдом и так далее И ты вернулся, да? Это очень круто Это то, что я люблю делать Ты знаешь? Так... Ха-ха-ха Хорошо Я выяснил F7 и выяснился, так что ты был банден, если ты был хакер, да? Да Я просто защищаю себя, потому что я был банден, чтобы играть с хакерами Нет, нет, я не играю с хакерами, потому что я получил 20k в этом игре Нет проблем, ты знаешь Я думал, что этот хакер придет, я буду делать все это Копай один минуту с АК, стрелай нас на землю Я уничтожаю твою область, потому что твоя парень разрушил меня два раза, когда я начинал Что делать? Блин, они вроде нормально общаются вообще Я получил слишком много планов Я не могу уничтожить твою область, мой парень Но я думаю, что ты так хорошо, чувак Что ты думаешь? Мы можем бороться? Или мы можем... У меня игра вылетела Кайф Уже сейчас в глубине моей души я понимал, что я уже не хочу с ними воевать Здорово, я вернулся, моя игра уничтожена Твоя игра уничтожена Да, да Эй, Изи, когда ты следующий раз рейдишь соло-геймера, просто помнишь Соло-геймер может вернуться и уничтожить все твои базы Просто помнишь это, мой парень А может пошел ты? Ай Ну из-за того, что Изи меня убивает очередной раз, я понимаю, что пока что с ними дружить не имеет никакого смысла Дайте выйти, будешь дома У У Ха, ты тебя очень сложно, скандrome И так как он любил посидеть на крыше, я подумал, а почему бы мне не построить у них на острове башню, на которой буду уже сидеть я. Дядя, стой, дядя, а можно к вам к чему, пожалуйста? Я соло. Я электрик профессиональный, я миллионы гайдов смотрю. Я реально могу охуеть. По всему острову. Не, ну у тебя вот будет, блядь, рапа электрик. Рапа электрик. Пять минут просто на острове меня не было, и он зарейдил мою кибитку, мою лодочную. Как он это успевает вообще? Ну тут еще погода такая печальная. Из-за нее вообще нифига не услышишь. Там столько камня было, там камень лежал, чтобы я пришел и вышку построил. Но если он думает, что это меня остановит, то нет еще ничего в этой игре, что меня может остановить. Пока я собирал ресурсы, они взорвали мою кппшку. Но ничего страшного, я знал еще лазейки, как можно было туда попасть. Они забрали мой камень, который как раз уже лежал на подготовку к строительству. И поэтому мне пришлось идти на фарм. Просто парк КД рейдит мои дома. Я только строил он рейдит, я только строил он рейдит. Сколько можно? Он реально зарейдил мой дом. Реально Сигма. Пока я, значит, фармил камушек, он рейдил мою вышку. Но ничего страшного, я принес новые ресурсы. И, судя по всему, он уже понимал, что что-то здесь намечается. И начал расставлять шкафы. Хм, какой у него интересный домик. Бум! Ну вот и поиграем сейчас с вами, ребят. В вашу любимую игру под названием Большой Болт Метки Болт. Оооо, твой парень умерет! Твой парень умерет опять, мой парень! О, мой бог! Сигма, сигма, мой парень! Изи, это ты? Эй, мой маленький кандид! В какой-то момент я допустил одну небольшую ошибку и не смог застроить крышу. Но даже с этим я смог справиться. Он умер. Эй, изи! Теперь я понял, что такой опасный выход на крышу мне не нужен. Фух, я задефал. Но это было только началом. С ракетами, да? Ой-ой-ой, сишечка, сишечка. Ай-яй-яй-яй-яй. С сишечкой бежал, да, сладенький? В джаггере с сишечкой. Да, вышка у меня не самая удобная получилась. На этот раз. Но этого хватит, чтобы им нервы потрепать. Ой-ой-ой. Я вот думаю, может стоит что-то подсейвить отсюда. Потому что я думаю, они будут драться до последнего. What the f*** are you doing? I am good neighbor. И когда они думали, что они меня заперли здесь, я нашел метод кидать им трехочковые. Неужели я его взорвал? Hi again. Hey, бери. У меня небольшие проблемки. Мне поможет только вовремя отсюда убежать. Hi again. Короче, мне надо отсюда сваливать просто и все, и сейвить это все. Понимая то, что я выбил с них слишком много всего, я решаюсь отсюда свалить. Ведь когда-то у них явно бы получилось меня переиграть. Он говорит, я не понимаю, как ты постоянно попадаешь на территорию. У тебя нет спальников. Ну-ну. Нифига себе он меня стер. И как вы думаете, куда же бежал этот парень? Он бежал к моему домику. What do you think about my base? Yes, yes, this base very good. You wanna raid my base? 20k hours I building this base. No one raid me, you know that? I got too much stuff, my friend. Don't worry. I kill every people. Wolf farming here. Какой-то вообще странный тип. Мне кажется, они уже не хотят со мной воевать. Но пока он занимался своими делами, я уже вовсю крафтил экспу. Ведь я знал, как им нанести еще один максимальный урон. Он просит, чтобы я добавил его в стиме. Аааа, блин. Самый эпичный враг превратится в лучшего друга. Как можно жить с такой ситуацией вообще? Пойду-ка все-таки сделаю то, что я давно хотел сделать. Бахнуть их баржу. И так как я уже знал полностью расположение их острова и где что находится, я знал и слабые места их турелей. Бум-бум. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Мистер, I need your tea. Good tea, my friend. I am solo gamer. I need all. Пока. Фига себе, это солевой что ли стоит. Ресурсов в моем доме становилось все больше и больше. И в какой-то момент, открывая дверь, я замечаю, как неподалеку от меня строятся залутанные типы. Кто это все вообще? Я не понимаю. Увидев через окно, что там всего одна дверь до шкафа, я начинаю рейдить. Ого. 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 Кто здесь? Кто ты нафиг? И кто так делается. А кто ты? Мы рядом тут жили, переехали, потому что сказал бы, к вам бы забахал. Я вас не знаю. Так я понимаю, что ты не знаешь, мы тут недалеко жили. Вот этим. Ну, не повезло вам. Чисто из интереса. Мне интересно, тут что-то есть. О, и тут что-то есть. Нифига себе. Да, есть, есть. Так вы вообще нормальные типы сужишь? Вот я даже не знаю, что в такой ситуации делать, понимаешь? С одной стороны вас жалко, а с другой стороны, ну как бы, ну, и лут хороший у вас. Ваша большая ошибка была просто в меня стрелять, понимаешь? Так, блядь, откуда мы знали? Ну, это да. Ну, у меня тиммейк просто выпрыгнул, специал, калашист, блядь. С одной стороны, как-то, ну, и жалко вас, а с другой стороны, я могу вам вернуть все. Но за одну небольшую услугу. За какую? А во сколько вообще играет? Двое, двое. А, вас всего двое? Ну, есть у меня идейка там кое-кого зарейдить. Вот, возможно, мы могли бы это сделать вместе. А у тебя сколько часов? Ну, 20 тысяч где-то. Ебан, ты ебанутый. Так получилось, что вы прям вообще по соседству построились. Ладно, я, честно говорю, мне не нужен ваш лут. Вот мой дом стоит. Ну, ладно, пойдем. Я просто у вас немного нефти подворую. Заходите, не бойтесь. Спасибо большое тебе. Да не за что. Пойдем я вам металл дам, чтобы вы могли металл двери поставить. Ну, вы, конечно, кекичи вообще. Не в тот район забрели внезапно. Давай. Держи вот дерево. Спасибо. Вот так металла. Да не за что. Честно говоря, это был хитрый ход. Я понимал, что мне нужны союзники, чтобы бодаться с этим островом. В это же время Смоуки попросил меня заспавниться на башне, которую они уже зарейдили, чтобы поговорить со мной. А он был, к слову, славным парнем. Моя мечта это ты и Изи 同じ команду. И я в同じ команду. И я думаю, мы будем хорошо. Мы можем сделать какие-то миссии. Бро, я не хочу рейдить твою базу, потому что ты так хорошо, ты так хорошо. Спасибо, брат. Блин, я не хочу их уже рейдить. Я не хочу их рейдить. Я не хочу их рейдить. Они слишком хорошие. Ты tomorrow играешь, или что? Да, я играю. Если Изи обязательно идет, то если вы хотите сделать что-то, мы можем сделать, ты, знаешь? Нет проблем. Отдай мне против Steam, если вы хотите. О, брат. Хорошо, я тебе нужно написать. В чате нужно добавить. Сейчас я вижу левел 120. Хорошо, хорошо. Я думал, что ты что-то что-то что-то. Он так низкий. Он будет нас подняться. Но нет, это было Изи. Ты сделал другим. Что ты думаешь об оборудовании на этой айленте? Нет ПВП с тобой, только как другим. Да, да. Эй, мистер Изи, это ты? Мы на разные времена. Нет, нет, нет. Так, что ты думаешь о том, что мы можем быть приятными? Я не знаю, проблемы с этим. Я просто говорю. Что он делает? Он имеет голос? Или нет? Потому что он только написал. Только тип. Да. Только тип? Да. Оу. Изи, мы можем купить микро для тебя. Что ты думаешь о том? Изи, изи. Он думает. Что ты думаешь о том, что я могу жить на твоей айленте как хорошая другая? Изи, изи. Мы можем быть друзьями. Он со мной не разговаривал из-за того, что у него просто не было микрофона. Но уже сейчас я чувствовал, что эти ребята устали со мной бодаться. И к слову, они даже решили дать мне пароль от своих ворот. Вот это поворот, нафиг. Я нашел друзей. Welcome to the team, dead. Nice. Окей, wait me here. Офигеть, вообще столько месиловки с ним было, чтобы подружиться. это просто эпик. Давно я не испытывал таких эмоций. Мы с ними воевали целых три дня. И в какой-то момент мы внезапно становимся друзьями. И теперь здесь я начинаю строить свой фирменный монумент. it's me. I show you my very beautiful anti-raid base. Anti-raid base? Теперь они меня даже добавили в команду. Our soul will add you to the team. Yeah. This is a f***ing trojan horse. Okay, now it's good. This is my anti-raid base. Look at this easy. Yes, it's a horse. It's beautiful. No one wanna raid my base. This is Sigma base design. Beautiful. Now this is my mini base. And I live here like you. It's actually like some kind of anti-raid. Okay, I go home and back. Yeah. Look here, my friend. Thank you. pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. Pa-pa-pa-pa. 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 Pa-pa-pa. Пойду пацанам подгоню из-за все страдания, которые они пережили. Так, так, так. Все, теперь я буду жить здесь спокойно. С того дома возле супермаркета я перенес сюда абсолютно все. поняшка поняшка поняшечка пора тебя укрепить и даже полностью застрою ее в камушек выглядит так будто бы здесь живут добродушные островитяне которые никого никогда не убивали ваша и теперь этот остров называется пони лэнд как классно то что у меня теперь есть остров где я могу спокойно фармить где меня никто не будет убивать где у меня появились друзья хорошие прекрасно com common сайт this is me this is your my friend kill me and take my head very beautiful but i know where sleeping is mooky let's do it i'm sorry my brother but i need your head nice умиротворение спокойствие все теперь мне остается только наслаждаться этим прекрасным видом столько дней воевать с этими ребятами столько им проказни строить они меня столько раз выселяли чтобы потом просто помириться жить в мире спокойствия согласия вот это конечно забавная ситуация но мне кажется они сами по угорали с того что происходило здесь и удивительно но каждый житель острова приходил к моей поняшке это просто вылитый репринцев your face is so beautiful thank you thank you thank you thank you so much have a nice beard why gamers just tell me you are a woman like yes and you have a man you have a man i am man i have woman skin what the oh look at me i am so sexy girl i speak russian i am from israel oh wait you have two sisters и знаете за это я и люблю эту игру ведь именно здесь ты можешь целых три дня воевать со своими злейшими врагами и стать их лучшим другом но это было не последнее наше испытание день 4 наконец-то за все эти четыре дня я смог спокойно выспаться и был вопрос обманули они меня или нет мой дом все еще жив они прошли проверку на честность никто за эту ночь меня даже не попытался взорвать хотя все ресурсы и лежали здесь и они об этом знали и пока они спали я решил навести красоту ну блин кривовато конечно но идеально не сделать вот с этой стороны будет вообще бомба я хочу посмотреть как сдалека это будет выглядеть ну блин ну мне нравится как это выглядит вообще прикольно еще бы крюшки и рог подсветить но нереально нереально look at this this my pony land oh oh you made her wings she can fly now this is jedino rock jedino rock yes i will call him it's the garoro boy garoro boy what so hard we can call him yuli блин я так арус этих иностранцев это просто прикол look at this а у вас есть вы у меня есть у нас есть я у вас есть я я у нас есть я у меня есть я у вас есть вы все Но как я и предполагал, мой старый дом, который стоял возле супермаркета, был зарейжен. И было очевидно, что его зарейдил Грилликус. Почему именно он? Да потому что после того, как я выбил у него калаши, он подбегал к моему дому и спрашивал, кто здесь живет. И теперь мне стало интересно, где обитает этот клан. Ребята с острова начали мне доверять все больше и больше. И поэтому дали пароли от всех ворот, которые даже выводили к барже. Неподалеку от нашего острова я услышал крупный рейд ракетами. И так как мне нужна была информация, где живет Грилликус, я отправляюсь туда. Интересно, кто там рейдит на F-27? Да фиг я, наверное, к ним туда подойду сейчас. Как ты заебал, блин? Блин, а что мне делать? Страшно? Ё-моё. Каким-то чудом я смог не то, что забрать все ресурсы, а еще и оттуда убраться. Но самое главное, что я сделал, это проверил каждый ник. И Грилликуса здесь не обнаружил. Я думаю, это хороший заход. Офигеть, у меня теперь пороха здесь. Мне кажется, у меня в этом доме лута больше, чем у этих ребят. В их металлических крепостях. Я бегал по карте и пытался найти дом Грилликуса. Но я обнаружил кое-что интереснее. Как-то раз, пробегая здесь, меня убил челсберданки. И я решил проследить, куда этот парень забежит. Что-то он не похож на нормальный дом. Больше похоже на какую-то фигню странную. Блин, ну дом интересно выглядит вообще. Что это такое? А не тот ли это тип, который меня убивал? Блин, он бежит на эту горку. По-любому, это его дом. Если он туда заходит, значит хата у него сегодня больше не будет. Он зашел. Ты за что убиваешь новичков? А ну выходите камнем забивать бурю, выходи. Алкаш, ты настолько неинтересен, что вообще... Ты понимаешь, ты можешь только бомжей убивать. Ты можешь только бомжей убивать, которые с камнями в руках. Когда у меня оружие, ты выходишь из дома и сразу откисаешь. А вот вообще за алкаша обидно было, между прочим. А ну выходи быстро. Быстро выходи. Лови, слышь ты. Лови камень. Лови, говорю. Убедившись, что это был тот самый парень, который меня убил, я понял, что сюда я еще вернусь. Но вначале мне нужно было наплавить серку. Капибара-бапечка. Hello, hello. I found bad boys who trying to kill us. And we need to raid them. Now I'm crafting 150 explosive. Какое у него свистого лица, жесть вообще. В 1-2 часа, вы будете готовы, да? Да, да. Шиии-ш. Гуджоу. А после смоуки я открыл мне страшную тайну. Блин, капец, он вообще веселый этот тип. Он говорит, я не умею стреляться. Я 2000 часов строил фермы для клановых игроков. Нормально. Интересно, он онлайн этот тип еще? Чувствует мое сердце, что он онлайн. Да, да, костерчик горит у него. Я тебя вижу! Эй, ты! Что с ним? Почему он лег спать? Но этот парень был не один. У него здесь стояла целая деревня. И, судя по всему, они только развивались. Ты зачем это делаешь, скажи? А, потому что ты тогда, козел, меня зарубил киркой. Потому я это делаю. Пожа! Ну давай, давай, подходи, подходи, давай, давай, подходи, давай, 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 вначале они убивают бомжей, а когда бомж приходит с пушкой, они спрашивают, ну нафига, типикал. Ой, почти умер. Да, почти. Убил меня. Че, тут сколько? Сюда иди. Ты понимаешь, ты настолько слабый, что с одного удара падаешь. Лови. В голову, да. Повезло тебе, ну-ка, стой, еще раз. Давай, я тебе запорик в голову. Ты терминатор? Ой. Где-то его дом здесь стоит. Опа! Здравствуйте! Здравствуйте, лови. Ты меня киркой помнишь, как зарубил жестоко? Когда я тебе говорил, когда я подошел к тебе. Да. Знаешь, почему я тебя убил? Почему? Потому что мне тут нашептали, что ты плохо себя ведешь. Кто тебе нашептал? Твой друг зайдет сейчас в онлайн, нет? Ну, сказал, что найдет. А тебе что от него надо? Что-то мне надо. Хочу его черепушку забрать. Ну, говори, я передам. Для чего? Повесить к себе на стенку за плохое поведение. Ну, шо ты, лысый? Плаки-плаки или нормалдаки? Ну, шо ты? Не сказ-то. Ну, шо ты, лысый? Плаки-плаки или нормалдаки, скажи мне? Лысый, передай своему другу, что если он не зайдет в течение получаса, то его хата будет зарейжена. Видишь? Все, я понял. Мне не успокоится. Скажи, что злой дядя пришел, говорит, что через полчаса хаты его не будет. Ему нужно быть в онлайне, потому что в оффлайне рейдить его не хочется. А после я сделал вид, что я ушел в АФК, чтобы проверить, что сделает этот парень. И он меня убил. Я буду тебя рейдить камнем. Мне просили тебе передать. Что тебе просили передать? Мне просили тебе передать. Ты дед, да? Да, я дед. Он сказал передать тебе. Ты замечен, потому что ты алкаш. Во-первых. Во-вторых, сейчас я тебе еще скажу. Что ты ничтожествует и вообще не интересен. Вот почему. А что по поводу того, что я его сейчас зарейжу? Он не сказал, что он боится, дрожит, там, я не знаю. Ну, короче, я тебе сказал, все. Витя надо выйти. Скажи, что потом будет поздно. Понимаешь, он наиграл 50 часов за последние 7 дней, да? На этом сервере. Будет обидно, что его зарейдят, пока он будет спать. Понимаешь? Смотри, пишет его. Что вообще происходит? Лысый. Да все написал. Ты тоже не с волосами, если что. Смотри, видишь, у меня есть волосы. Пух у тебя на голове какой-то. Так у меня хотя бы пух есть. У тебя вообще волос нет, понимаешь? Нет. Есть. Ты другу своему написал, он тебе что ответил? Алкаши идут. Так и запиши. Все, давай. Через полчаса увидимся. И пока они готовились к тому, что я прийду их рейдить, я побежал осматривать дальше местность. И в какой-то момент нахожу его. Грилликус! Грилликилиус! Грилликилиус тут живет. Офигеть, я нашел, где они живут. Опа! Это они зарейдили мой дом. Ну, мне кажется, лут-то у них наверху. Но прежде чем идти его рейдить, нужно было понять, как устроен их дом. Но, честно говоря, с виду он казался супер простым. Надо подождать, когда они сейчас появятся дома. Проскочить одну дверь. И посмотреть, как у них дом устроен. А у нас взрывка готова? Ну, два с ракет где-то. Ну, хорошо. Ты хочешь ждать, что они придут домой и потом рейдят? Ну, я хочу посмотреть, как у них дом устроен, проскочить в одну дверь. А потом уже посмотрим. Я думаю, мы сейчас на потолке, короче, зарейдим одну дверь и посмотрим, что у них там. План был максимально прост. Нам нужно было вскрыть у них всего лишь одну дверь, чтобы понять, лутовая у них на крыше, либо снизу. Ну, теперь понятно, где у них лут. А так как у нас была баржа, а у этого клана стояла база прямо на воде, нам даже не нужно было отстраивать кибитку. Окей, let's go, let's go inside base. Take it, kids, and go raid. We need to go right now. We can do it. Yeah, because it's daytime, yeah. We can raid big clan. Yes. Zerg. И вы просто послушайте, какой настрой был у моих бойцов. Oh, I don't know, please, that dude. 12, 15, 18, 21, нифига, у нас 21 ракета есть. Окей, let's go. Окей, let's go. Give me your big green now. Sheesh. Good job. Look in Discord, this is big green in real life, my friend. Для тех, кто не знает, то у меня есть точно такая же маска в реальной жизни. Если вы хотите увидеть, как она выглядит, то заходите в мой телеграм. Ну, а сейчас мы с ребятами отправляемся в первую нашу совместную вылазку. Мы понимали, что нам придется бодаться с серьезным кланом, но это нас не останавливало. Мы берем ракета лаунчер, реладим, и мы можем рейт с 5 ракета лаунчерами, так быстро. Как большие парни, я думаю, вы знаете о нас. У меня был шат. Ура, он был бомер. Рейн Ак. Да, четыре человека. Один dead? Да. Да. Один человек внутри базы. Хорошо, я думаю, что два парня остаются здесь, и мы можем попробовать это сделать. Сейчас этот человек внутри базы. Мы можем попробовать его рейдить. Мы должны его убить. На ровке. Я буду на ровке. Я буду на ровке. Я хочу это. Что? О, он открыл. Пойдем, 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 пойдем рейдинг. Я не могу, я не могу. Пойдем, 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 пойдем рейдинг. ТС, ТС, ТС. Да, да. Пойдем в саду, пойдем в саду. Пойдем в саду. Рокеты, рокеты, рокеты. Пойдем. Пойдем в саду. 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 Окей, теперь возьмите все, возьмите все! Я уничтожил последнюю гаражную дверь, мы можем взять все, и уйдем! Окей, больше боксов. О, мой бог, посмотрите на это! У меня большая маска зеленая. Обратена дверь, одна обратена дверь! Где ты? Молодец! Молодец! Найки из калина оттуда. Я буду защищать все ракеты. Один геймсайд! О, я, один геймсайд! Один геймсайд! О, я, я... Ты оки? Да. Он уйдет! Он уйдет! Он уйдет! Найс! Я уйдет! Я уйдет! Он уйдет! Он уйдет! Он уйдет! Когда я наступил в поле! О, мы нужны еще бакси! Пожарите! Да. Много, хорошо? Да. О, я... О, я... Мы нужны еще бакси! Г 他 ист��요 Гиии, гриликалис. Гииии! Гриликалис! Грини is снижая, багажно! Гииии! Я закажу, гриликальис! Ты 용нодAR меня уехали. Я слышал их, грилик après-демон?- Аβα, это нет, бакси! Voyем. Игорнемном или ин他說? Вот это, конечно, рейд просто пронесли за секунду. Офигеть там ресурсов было, всё забрали просто. Блин, мне кажется, эти ребята вообще не ожидали, что такие движухи начнутся. Это была наша громадная победа. Ведь мы понимали, что Грилликус вернётся к нам и попытается нас зарейдить снова. Но мы теперь забрали все их ресурсы. И, кстати говоря, ничего отсюда я не относил себе, потому что мне это было просто не нужно. Уху, этот парень онлайн. Я думаю... Хэллоу, хэллоу. Соскучились, сладкие? Кто? Вы. Я только зашёл. Я тебе не верю. Стой, стой, я голый. Я голый. О! Я голый. Ты только зашёл, говоришь? Но. Если ты здесь подождёшь минут 10, мы тебе подарим этот дом. Только спрячься, чтобы тебя не убили. Хорошо? А куда, куда можно спрятаться? Ну, просто здесь где-то находи, чтобы тебя не убили, и всё. А мы скоро вернёмся. И пока я разговаривал с этим пареньком, я замечаю, как в сторону нашего острова двигается баржа. Мы можем убить его, мы можем идти. Паржи, он приходит к нам. Он приходит к нам в тагбот. Да. Давайте идём. Окей, они будут спрятать нашу тагбот. Да, давайте спрятать тагбот. Где тагбот? Фишинг-вилледж. Классо-фишинг-вилледж. Фишинг-вист. Удачи чистого двора, оно просто продано. Рейд. Опа. Это удобная двора. Один, два, три. Т devоротая Rescue. Да. Он крутит-фейд. Яanguardю, не твой тр Убирай мою акукуку! О, мой бог, он б*****н бомбился? Нет! Нет, нет, нет! Что? Смотри, Бокс! Один человек, да? Осторожно. Один человек внутри. Осторожно, мы должны его убить. Один в воде, один в воде, один в воде. Хорошо. Окей, он внутри. Он убил? Да, да. Мы еще один тэгбот. Окей, давайте бейс. Да. Посмотрите, посмотрите, посмотрите! Что? О, мой бог! Что? Эту баржу мы тоже забрали себе. Один в воде, который ждет, как я сказал, что он остается здесь, мы приобретем эту бейс и даем тебе бейс. Он ждет, может, 20 минут. Ого! 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 Пу후�нень, наверное, кто вас убьет. Давайте, домой. А мы поплыли. Все, спасибо! Удачи вам! Целую. Все, спасибо, пока! Давай! Это был чисто проверочный рейд! Надеюсь, вы не расстроились! Мне кажется, после рейда у вас стало больше рейдов, чем было до него. Нет, спасибо! Похrene! Не за что! И это было действительно так! Ведь до рейда у них не было абсолютно ничего! И выполнив свое задание мы отправляемся домой. Какая же красота! Да, сколько движухи мы с ними намутили. Мы зарейдили всех, кого только можно было зарейдить. Welcome to the Ponyland. Но у меня оставалось по-прежнему незаконченное задание. Да, будет грустно с ними сейчас прощаться, но мы сделали все, что могли. И у меня больше нет времени с ними играть. Нужно идти монтировать этот шедевр. Ну что поделать. Все хорошее когда-то заканчивается. С ними мы провернули очень хорошие движухи. И надеюсь, весь лут, который у меня остался, им пригодится. Окей, ребята. Теперь я сделаю новости для вас, мои друзья. Теперь это последний день, когда я играю с вами. И играю с сервером, играю с свайпом. И я хочу, чтобы вы знаете, что этот свайп очень скучный. Спасибо, ребята. Спасибо за игроком. Спасибо, брат. Вы тоже, ребята. Мы можем бороться каждое время, но мы очень хороши, Тим. Я хочу сказать спасибо тебе, мой друг. Ты отличная команда. И может быть, я увидел следующий вайп и следующий вайп. Спасибо, брат. Плесно. Это пони-ланд для тебя, мой друг. Спасибо большое. Это было бы, чтобы быть. Ну-ка, Ями, как мы с тобой единорога назвали, я забыл. Юлий. Юлий, да. Вот. Единорог Юлий достается вам по наследству. Я надеюсь, вы будете ухаживать за его крылышками. Вот. И будете смотреть, чтобы он не сгнил. Да. Спасибо большое. А давай мой подарок. Подарок? Сейчас найду. Подожди. Где-то он есть. Опа. Нашел. Давай. Опа. Сними маску. Блин, у тебя такой персонаж смешной. Смотри. А это 50 цент лежит. 50 цент. 50 цент. Take my money, мистер гангстер. Take my money. Take it all. Take the money. Let's go. This is end for this video. End the swipe. With you guys. You are a beautiful team in the world. Love you all. You are my good enemies. Oh my god. Let's go, let's go. Let's go. Let's go, let's go. Celebration. Ponyland. It's the end. Ponyland. Ponyland. Ну и по старой доброй традиции, мы даже сделали им несколько фоточек на память. Cheese. Cheese. Look at the chicken. It's so big. That's sick. And one more picture together. Thanks for wipe. I'm sorry, easy. I like the picture. So beautiful picture. Big story for us. Okay, guys. Save my pony. I go sleep. Have a nice wipe. Yummy. Yummy. Kill my ass. Goodbye, yummy. Goodbye, yummy. Goodbye. Goodbye. Как бы не хотелось заканчивать эту историю, но все когда-то заканчивается. Я буду еще долго грустить, мне кажется. Но может быть мы с ними еще сыграем вместе? Кто знает. Так, история крепкой дружбы подошла к концу. На самом деле, я считаю, что это мой самый трогательный ролик. И вот я его домонтировав до конца, понимаю, что меня пробило до мурашек от того, какой вайб мне пришлось пережить. И быть может я не заслуживаю вашего лайка. Но я считаю, что вы обязаны поставить лайк этим ребятам. И показать, что они действительно самые лучшие иностранцы, которых я когда-либо встречал. И помните, если вы соберете здесь 100 тысяч лайков, я постараюсь собраться с этими ребятами еще раз. Ну-ка, давай это русские маты, как ты умеешь. Ну и вставлять такое, конечно же, в видосе суперопасно. Поэтому все мастерство в русском лексиконе вы можете услышать в телеграме. Ссылка на которые будет находиться в описании. Ну а теперь настало время грустных титров. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok